Буквально за пару дней до съемок к Роману Нечаеву, клиентскому менеджеру, попала необычная посетительница. Мол, хочет взять кредит. Сумма приличная – сотни тысяч рублей. А для чего деньги – секрет. В ходе беседы выяснилось, что женщине позвонили из той самой службы безопасности. Попросили взять кредит и, разумеется, перевести средства на безопасный счет. А как только женщина согласилась, вызвали ей такси прямо из Рыбного. При этом они звонят в процессе. Женщина уже пожилого возраста, она нервничает. Она мне дала трубку, телефон. Я ей сказал, что все, обмануть не получится. Клиентка спасена, но ответ сказали, что вы хотите, она сейчас выйдет, и мы ее доведем до сердечного приступа. То есть все равно она нам деньги переведет. До сердечного приступа все же не довели. Женщина перестала брать трубки с незнакомых номеров. Но другие-то берут, а затем несут свои деньги мошенникам. Вы, как сотрудник банка, хоть раз за всю свою карьеру звонили человеку и говорили, что ваш счет взламывают. Это реально или это всегда мошенники? Нет, конечно. Сотрудники банка никогда не будут звонить клиентам о том, что их счет взломан, о том, что необходимо предоставить какие-либо коды. А предоставление персональных личных данных, конечно же, нет. Если у нас какие-то вопросы, мы с удовольствием приглашаем наших клиентов в наше отделение банка. Юлия Аксенова добавила, что проблема-то еще и в том, что люди-то не признаются, что им по телефону инструкции нашептывают. Дескать, на том конце провода запрещают говорить о звонке кому-либо, потому и анализируют в банках поведение таких людей. Обычно жертвы путаются в целях кредита. То просят на вуз ребенку, то на ремонт. При этом постоянно смотрят в телефон. Приходил мужчина с целью оформления кредита на миллион рублей. Ситуация была такова, что взломали его рабочий мессенджер, телеграмм и от имени руководителя было непосредственно задание перевести денежные средства на безопасный счет. Он благополучно хотел это сделать. Он перевел свои собственные денежные средства, которые у него находились на счете, и уже хотел подавать заявку на кредит. Но мы вовремя поняли, что человек находится под влиянием. Мужчин, оказывается, переубедить проще. Стоит только предложить согласовать кредит с супругой, как мужчина сразу отступает от намеченного плана. Да и почти сразу говорит про мошенников. Тем не менее, за год, говорит Юлия Аксенова, она уже успела отговорить около 10 человек. И мужчин, и женщин. А если учитывать, что каждый – это лишний миллион в копилку мошенников, то цифра эта не такая уж и маленькая.